Добрый день! На своем ТВ главная новость региона. В студии прямого эфира Илья Захаров. И начнем с ключевых тем этого четверга. Пробки на дорогах, надежды на хороший урожай и неожиданный выходной у школьников. Что еще принес снег на Ставрополье? Незаконное хранение. У жителя Минераловодского округа изъяли наркотики и обрез. Оперативная сводка. Выщербленный асфальт во дворе. Картина вроде привычная, но все меняется, если идти приходится пожилому человеку. Никита Шишков из Новоалександровска с подробностями. А начнем с погоды. Снегопад и сильный ветер обрушились на Ставрополье. Дорога на работу этим утром у многих заняла больше времени, чем обычно. Мокрый снег и мороз привели к обледенению дорог в Шпаковском, Кочубеевском, Грачевском и Красногвардейском районах, а также Изобильнинском округе и Ставрополье. Ночью и рано утром на расчистку проезжей части вышла коммунальная техника. На федеральных трассах постоянно дежурят спецавтомобили. Синоптики прогнозируют на весь сегодняшний день сильный снег и понижение температуры до минус восьми. Из-за плохих погодных условий на Ставрополье объявлено экстренное предупреждение. Жителям региона рекомендуют быть аккуратными. А вот для школьников краевой столицы капризы погоды обернулись неожиданным подарком. В ставропольских школах скорректировали учебный процесс и разрешили ученикам сегодня позаниматься дома. Вопрос посещения образовательных учреждений оставили на усмотрение родителей. И уже поступают первые данные об ущербе, что нанесла плохая погода. На улице Серова в Ставрополе пострадало здание кооперативного техникума. Порывы ветра частично сорвали кровлю. Фото с подтверждением опубликовали в интернет-паблике МЧП-26. Не везде по краю выдержали и линии электропередачи. Как сообщает региональное управление МЧС, перебои с электричеством случились в восьми населенных пунктах. От краевого центра до небольших станиц и сел. Без света остались около 4 тысяч домов. В них проживает больше 10 тысяч человек. Впрочем, к утру значительную часть поломок уже устранили. Из-за выпавшего снега в Ставрополе и ближайших территориях сегодня произошло большое количество ДТП. Сотрудники ГАИ просят водителей быть максимально осторожными, выбирать безопасную скорость и дистанцию на дороге. О происшествиях криминального характера расскажет представитель краевой полиции Анна Анисимова. Добрый день. За минувшие сутки в полиции зарегистрировано почти 1300 сообщений о преступлениях и происшествиях. Задержаны 4 человека, которые находились в федеральном розыске. И столько же разыскано без вести пропавших. Благодаря проводимой работе за сутки раскрыто 23 кражи чужого имущества, 6 преступлений, связанных с мошенничеством и 11 совершенных в экономической сфере. Сотрудникам полиции удалось раскрыть 8 наркопреступлений. На дорогах нашего края произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 9 получили травмы различной степени тяжести. Минераловодские и полицейские изъяли у ранее судимого гражданина 10 килограммов марихуаны и обрез ружья. В хозпостройках во дворе у жителя хутора Сухая Падина сотрудники обнаружили десятки кустов конопли, а также измельченные части наркосодержащего растения. Кроме того, по месту жительства гражданина обнаружен незаконно хранившийся обрез двуствольного охотничьего ружья. Теперь в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела за незаконное хранение наркотиков в крупном размере и незаконное хранение оружием. А в Туркменском районе задержан подозреваемый в совершении четырех грабежей. Как установили полицейские, от действий подозреваемого пострадали четыре пенсионерки, двум из которых более 80 лет. Во всех случаях злоумышленник незаконно проникал в домовладение пожилых людей из разных населенных пунктов. Под угрозой применения силы похищал деньги, имущество и даже продукты питания. А с одной из пенсионерок он сорвал ювелирные украшения. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, уже ранее судимого мужчину. Теперь за содеянное он снова понесет уголовную ответственность. У меня на этом все. Соблюдайте законы и берегите себя. К другим темам. В войну он дошел до Польши, а теперь с трудом может выбраться из собственного двора. Дело даже не в почтенном возрасте. 94-летний Иван Стародубцев из Новоалександровска еще многим молодым даст фору. Однако колдобины у своей многоэтажки преодолеть порой бывает не в силах. Вместе с соседями ремонта у местных властей просят уже несколько лет. Но когда же ждать комфортный двор? Никита Шишков познакомился с фронтовиком. Я падал много раз. Понимали мы вас. Да и понимали. Но дома все равно не сидится. В свои без малого 95 ветеран-артиллерист Иван Стародубцев ежедневно по несколько раз выбирается из квартиры. Сходить в магазин, выбросить мусор, да и просто прогуляться. С последним не все выходит просто. То, что для молодого человека обычный выщербленный асфальт с косым бордюром, для пенсионера уже полоса препятствий. В 17 лет Иван Павлович освобождал Крым, Беларусь и Польшу. У векового рубежа приходится бороться за благоустроенный двор. Снять, переплавить и снова залить. Это не так уж трудно. Я человек технический. Дому номер один по переулку Пугач 40 лет. Столько же и двор без капитального ремонта. Ямы жильцы засыпают сами кирпичами и щебнем. Параллельно постоянно просят помощи у местной власти. Самые активные, понятно, пенсионеры. Для них вопрос наиболее насущный. Мы обращались в 2008 году, от 5.05.08 года. Не выполнено, не выполнено. Ремонт от мосток, закрепление и замена. Также асфальт, все это перечислено на то, что у нас не выполнено. За 12 лет в основном не там. Да, ничего абсолютно не изменилось. Это у нас первое письмо. Вот посмотрите, сколько у нас здесь было подписей. Это самые люди подписывали, что асфальт, хотя бы латки нам положили. Но латки я добилась через 10 лет. Бегать ребенку страшно и невозможно. Здесь, если побежит, упадет ребенок, он просто в кровь разбивается. Вот все поободрано. Когда же в администрацию Новоалександровска обратились мы, там неожиданно выяснилось, план реконструкции двора уже в работе. Нам изготовлен дизайн-проект по благоустройству данной территории. И планируем подавать этот объект для участия в программе «Комфортная городская среда». Это асфальтирование территории, установки малых архитектурных форм, установки бордюрного камня, водоотведение. То есть там комплекс мероприятий. На все про все почти 6,5 миллионов рублей. Но и то, если проект смогут защитить на краевом уровне. А пока жильцам ремонт только своими силами. На самом деле ямы, лишние ступени и бордюры – преграда не только для пенсионера. Если задуматься, то в тот или иной момент каждый из нас маломобильный. Например, несешь ты тяжелые сумки из магазина. Либо мамочка, которая толкает коляску до подъезда. Либо вот, велосипедист. Тут уж и в седле, и пешком по таким колдобинам передвигаться приятного мало. И вот под таким углом понятие «безбарьерная среда» становится куда глубже и обширнее. Никита Шишков и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. А вот в Ставрополе жители улицы Яблочкина ликуют. После двух лет отписок и отговорок у них, наконец, заменили водовод. Последние годы труба, как по расписанию, выходила из строя каждый месяц. Приходилось терпеть неудобства. Жамиля Ибрагимова знает, что надо сделать, чтобы решились многолетние проблемы. Вчера вечером был прорыв воды очередной. Выломало весь асфальт напором. Нет, никакой бомбежки тут не было. Это бунтовало и давало себе знать труба там, под землей. Стабильно раз в месяц, словно по расписанию, она выходила из строя. Но не стоит ее строго судить, ведь капризное настроение – всего лишь результат того, что водовод устарел. Водопровод у нас был поломанный. Приезжали в водоканал, ремонтировали его. Делали там хомуты, ставили. Ну а что делать? Все равно порывы были. И как трубу прорывала, вода реками текла по дороге. Если на асфальте ее с излишком, то из кранов она исчезала совсем. В таком режиме люди жили два года. Все понимали, трубу можно латать-перелатать, но ремонт – не решение. Спасет только замена. Устав от безрезультатных переписок и переговоров с местной властью, соседи коррективно обратились к губернатору на прямую линию. На просьбу местных жителей отремонтировать водовод, чиновники все как-то отнекивались и говорили, мол, денег нет. Но вот только почему-то после звонка губернатора, местные власти каким-то чудесным способом отыскали средства, чтобы отремонтировать, в общем-то, небольшой участок трубы. Так уж у нас случается, что пока гром не грянет, чиновник не пошевелится. За несколько недель до Нового года на эту улицу наведались коммунальщики и заменили водовод. Оказалось, что не так уж это и сложно. В придачу аккуратно залатали дорогу. С новой трубой люди забыли, что такое жить без воды. Ну вот смотрите, да, сейчас вот вода хорошо у нас идет из колонки, да. А когда порывы были, у нас воды вообще не было в колонке. Эти свежие заплатки на дороге теперь напоминают людям о том, что там под землей находится водовод. Такой долгожданный, но ими лично отвоеванный. Так что у нас все хорошо теперь, мы довольны и счастливы. Позитивно закончилась эта история в краевой столице, но такой же развязки сейчас ждут в некоторых территориях края. На Ставрополе без качественной воды остаются почти 100 тысяч человек. В министерстве ЖКХ региона сообщают, это только пока. Мы планируем завершить работы по Шпаковскому групповому водоводу, обеспечить 34 населенных пункта, 34 тысячи человек. Казминский групповой водовод, групповой водовод в городе Благодарном, Курсавский групповой водовод. Мы будем построить подводящиеся эти водоснабжения к тем населенным пунктам, которые либо запитывались от каптажей родников, теперь будут они запитываться от групповых источников. В рамках краевой программы до 2024 года планируется наладить качественное водоснабжение в 49 селах и городах края. Работа предстоит большая. Ну а ждут времена, когда о дефиците воды люди будут узнавать только из рассказов и историй. Джамиля Ибрагимова, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Ну и напомню, контакты нашей редакции, они те же, в мессенджерах, ватсап и телеграм. Это номер 928-350-80-70. О погоде, как всегда, расскажет моя коллега Яна Лукошкина, она уже на боевом посту. А у меня на этом все. Хороших вам новостей. Здравствуйте, дорогие телезрители Своего ТВ. Пришло время рассказать о погоде на четверг, 23 января. В Ставрополе пасмурно. Днем температура опустится до минус 1. Столько же ночью. Ожидается дождь со снегом. В Изобильнинском и Новоалександровском округах пасмурно. Днем плюс 2 и дождь со снегом. Ночью 0. В Пятигорске и Минеральных Водах переменная облачность. Днем плюс 6, ночью до плюс 1. В Кисловодске прохладнее. Плюс 3 днем и минус 4 ночью. Облачно-сильный снег. Переходим к восточной территории Ставропольского края. В Ипатово и Дивном пасмурно. Ожидается дождь со снегом. Днем плюс 2, ночью плюс 1. В Нефтекумске, Арсгире и Буденновске облачно. Днем плюс 5, ночью плюс 1. Местами дожди. И пока у нас снега и сильных морозов нет, в Екатеринбурге фотограф-любитель сделал очень красивую зимнюю серию фотографий. И все благодаря своей внимательности. Во время сильного мороза он случайно заметил, что на окне образовались интересные картинки. В итоге мужчина решил попробовать сделать несколько кадров. Согласитесь, получилось волшебно. На этом у меня все. Увидимся на Своем ТВ. Субтитры подогнал «Симон»